пожаловать в обзор alien fire arms что нам в итоге предлагают неплохая графика зачастую узкие коридоры и много врагов всего здесь имеется четыре миссии по три уровня каждый несколько классов персонажей со своими особенностями имеется также система перков превышением уровня получать будете новое оружие баф есть магазин с различным оружием боевка ну по боевке здесь интереснее если убрать модельку персонажа которая жуть как мешает и загораживает львиную долю крана было бы замечательно но нет будете любоваться моделькой персонажей также имеется много уровней сложности от легкого до сверхтяжелого и x-ray насколько понял 5 довольно таки прикольно а теперь давайте разберем подробнее на дворе шел 2011 год ой простите 2021 год или все же 2011 снаряжение вам дают импульсную пневматическую винтовку я же морской пехотинец зачем мне боевая руками всех рвать буду кислота насколько я вообще смог понять она не наносит урон только некоторые чужие могут повредить вас кислотой потому что ей плюются и до старой игре все чужие наносили урон кислоту да и играл старую версию чужих она мне запомнилась именно этим сложность кстати говоря по поводу сложности я проходил от легкого до уровня жары судя по всему она влияет только на хп врагов и их урон ну и здесь это чуть даже про и про идеи про и искусственный интеллект прогулы это вообще народ отдельная история у чужих можно отстреливать здесь только голову да она просто исчезает руки ноги хвост ничего нельзя отстрелить но 2011 год все же простите 2021 его убитых врагов не остаются здесь кислота здесь не прожигает пол уже бегут на вас толпой и дохнут и дохнут и дохнут броня на персонажи то тоже не уничтожается кислотой блин 2021 год инди игры то некоторые бы лучше сделаны если чужие подбегают к вам в упор вот это вообще самое интересное по поводу не им они вас ударят лапкой отпрыгнут мне это напомнило мою кошку мне блин захотелось чужого погладить да они мне стали милыми после двух часов в эту игру вы серьезно а кусать они блин не умеют пить хвостом тоже вы вообще хоть кино смотрели разработчики чужого большой чужой вот это он был тут один я так и не нашел этот фрагмент но это мне больше всего понравилось он меня схватил и держал пока я по нему не выстрелил один раз он меня отпустил на и решил бегать туда-сюда знаете эта игра по своей сути предназначена для совместной игры почему вот тогда вопрос такой почему меня не может схватить чужой и утащить свое логово а мы со товарищей пошли бы меня освобождать не только бегать стрелять то есть да мы здесь пока тупо бегаем отстреливаем чужих мы выполняем типа миссии почему чужие меня не могут схватить из-под пола не могут напрыгнуть потолка где здесь вообще хоть частичка хоррор экшена или эта игра не так задумался чё-то попутал и вообще почему персонаж бегает как будто сейчас обосрется если честно зачем в этой игре вообще нужны укрытия я вообще так и не понял правда у меня есть предположение что здесь иначально задумывалась арена для войны как говорится между игроками либо тут будет война примеру синтами я вот только ради этого могу предположить итак я сказал про эту игру все и добавлю только одно на дворе шел 2021 год игры становится дороже а их качество становится хуже данного качество становится хуже я масталочку оставлю ссылочку тем кто хочет поиграть шутер частично хоррор и экшен но эту игру я вот не знаю я не могу воспринять хоть какой-то не знаю по частично хоррор но шутер да могу воспринять вот единственное что тут не помешало бы точно сделать это возможность вида первого лица это третьего лица меня честно говоря здесь но он не раздражает слишком сильно но он мешает здесь боевки часть экрана из-за этого не видно ладно принципе я все закончу могу порекомендовать вам попробовать игру генезис альфа он я вам обзорчик оставлю что посмотрите что это за игрок каком году она делалась первых сколько она стоит но это еще одна игра алин шутер за которой попросил возврат средств не потому что там она не стоит столько потому что мне не интересно играть я за два часа игры наигрался полностью не она стала скучно уровнесть можно переход перепроходить много раз есть конечно возможность повышения уровня получения нового оружия но с такой боевкой она очень сильно на скучно игра скучно да кстати должен отметить когда я перепроходил один и тот же уровень здесь противники исправниваться по ходу дела в разных местах но в принципе это не столь существ от игры ожидал гораздо большего всем удачи всем пока